Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Мы с вами вчера гуляли по Ленинскому проспекту, по одному из самых больших и широких проспектов Москвы, и самому длинному, который достигает 14 километров. И поэтому я решила разделить свое видео на две части. Ну, уже после площади Гагарина я не буду снимать. Это мы с вами, вот эти две части, это мы с вами идем от Артябрьской площади или от Калужской площади и до площади Гагарина. Итак, по левой стороне, я вчера уже вам показывала, но решила все-таки показать еще раз. Это больница для неизлечимых больных и богодельня имени Ивана и Александра Медведниковых с церковью Тихвинской иконой Божьей Матери. Построена она была в 1900-1903 году архитектор Соловьев. Сейчас здесь находится центральная клиническая больница святителя Алексия. Эта больница была построена в 1903 году, как я уже сказала, недалеко от городской границы Москвы. В 1899 году купцы Медведниковы и Рахмановы выделили 2 миллиона рублей на строительство больницы для неизлечимых лиц христианского вероисповедания и устройство приюта для идиотов и эпилептиков. Больница принимала тяжелых и неизлечимых больных, также на территории работала богодельня с двумя домовыми храмами. Автором проекта является Соловьев. Здание построено в новорусском стиле. В 1923 году храмы были закрыты. В зданиях комплекса базировалась городская больница номер 5. 26 мая 1992 года было принято решение правительству Москвы передать городскую клиническую больницу номер 5 на баланс московского патриархата. И таким образом здание стало называться Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского, Московской патриархии, Русской Православной Церкви. В 1995 году в больнице было 260 коек для оказания скорой помощи хирургическим, терапевтическим и неврологическим больным. В последние годы в больнице открыто новое подразделение, два неврологических отделения и консультативно-диагностический центр. Кроме больницы на ее территории находятся два больничных храма, святителя Алексея, митрополита Московского и Тихвинской иконы Божьей Матери. Что касается зданий на правой стороне улицы, то там вот дома 20-24, это жилые дома Моссовета 39-40 в годов постройки. Дом номер 22, тоже жилой дом Моссовета, но другой архитектор этот дом строил. Вот этот розовенький, вот он справа. На фронтоне здания установлен керамический барельеф наверху, сейчас я вам покажу, изображающий фигуры матери и детей, несущих плоды и цветы. Нижний ярус здания украшен живописными гирляндами над центральным подъездом. После завершения строительства в церковном этаже дома открылся магазин овощи-фрукты. Кстати, этот дом вместе с рядом стоящим домом номер 24 можно видеть в кинофильме «Сердца четырех», где героиня Валентины Серовой выходит с велосипедом на улицу. Вот в этой сцене снят этот дом. Ну и дальше, по этой же стороне, дом 26, 28 и 30, это жилые дома Моссовета, ВЦСПС, которые образуют вместе с домом номер 37 по вот этой левой части улицы, такой красивый парадный въезд в город, позднее дом сотрудников МИД СССР. Ну, сейчас мы дойдем до этих двух домов. Они таким полутругом стоят, действительно, как такие ворота получаются. Такой же дом стоит на левой стороне. То есть он не такой же, но они похожи. Похожи. Так, ну вот это мы сейчас, это здание мы прошли, которое я вам рассказала. Больница для больных. Свидетеля Алексия. И дальше, вот сейчас закончится этот вот, это ограда этого здания больницы. И в доме номер 29 находится Институт нефтехимического синтеза имени Топчиева Российской Академии Наук. И в доме расположен музей-квартира Николая Платте и кабинет музея Сергея Наметкина. Вот, сейчас мы дойдем. И по этой же стороне, также поглощались одни институты. Пошли институт общей и неоргонической химии имени Курнакова. Перед зданием стоит памятник, кстати, Курнакову. И дом номер 33, институт проблем экологии и эволюции имени Северцова. Ну и вот, дом номер 35, 37 – это жилые дома. Кстати, в доме номер 37 жил Борис Березовский. И живет Андрей Макаревич. Актеры Глеб Стриженов, Владимир Ивашов. Академик Лев Эрнст – это папа Константина Эрнста. И другие известные личности. Ну и дом номер 37 А – это жилой дом НКВД. Образующий, как я уже сказала, вместе с домом 30 на противоположной стороне парадный въезд в город. Построены они в 40-48 годах. В центре дома находится двойная арка, которая является проездом на улицу Орджонетидзе. Ну и таким образом мы с вами потихонечку подходим к площади Гагарина, на котором стоит памятник высокий, большой, 42 метра памятник Юрию Алексеевичу Гагарину. Вот эти институты с левой стороны и справа жилые дома, как я вам говорила, дома сталинской постройки. Здесь сейчас будет второй институт. Ну и вон там вдали уже появились такие как бы с зубцами наверху на крыше те самые два дома, которые образовали раньше красивый въезд в город. Сейчас это уже теперь не въезд, это просто красивая такая как бы часть Ленинского проспекта. И, кстати, там вот справа за этими домами сразу находится Академия наук. И там же находится транспортное кольцо третье и туннель. Ну и поэтому на этом месте мы с вами и закончим нашу прогулку. А пока давайте вот еще тут. И сейчас мы с вами дойдем до тех зданий, которые я вам хотела показать. В принципе, как я уже говорила, раньше Ленинский проспект назывался Калужским, Большой Калужской улицей, а площадь Гагарина современная тогда называлась Калужская застава. И согласно проекту 1940 года площадь с одной стороны планировали застроить двумя восьмиэтажными полугрудными жилыми домами с симметричными башнями, 11 этажей каждая. Те самые своеобразные обороты, за которыми открывался проспект. Однако проектирование, по сути, двух одинаковых зданий по непонятным причинам поручили разным архитекторам. К тому же рядом с тем местом, где должен был располагаться левый дом, уже строилось жилое здание для работников завода имени Арджиникидзе. Это сильно осложняло работы, которые завершились только в конце 40-х годов. Ну и, к счастью, несмотря на все проблемы и трудности, архитектурный ансамбль площади получился удачным. И дома, на первый взгляд, смотрятся симметричными и похожими. Однако застройка затронула только северную часть площади. На южной располагался пустырь, потому что Москва там уже в те годы заканчивалась. Смотрите, какая была раньше маленькая Москва. Ну и, конечно, помимо архитектурной составляющей будущего проспекта большое значение, имел транспорт. Изначально по Большой Калужской улице ходили трамваи. Но они мешали проезду, поэтому рельсы перенесли в 1937 году на соседнюю улицу. Через год на магистраль вышли троллейбусы. Например, один из первых в городе маршрутов номер 4 от Октябрьской площади до Киевского вокзала тоже проходил через Ленинский проспект. Современное название Ленинский проспект получил в 1957 году в честь 40-летнего юбилея Октябрьской революции и, конечно же, в честь Владимира Ильича Ленина, главной фигуры тех событий. Вот, мы уже дошли до этих домов, и давайте я просто приглашаю вас на них посмотреть. Ну и для тех, кто не видел первую часть этого видео, еще раз напомню, что проходит Ленинский проспект от Октябрьской площади до МКАД, после пересечения с которым переходит в Киевское шоссе. Представляет он собой прямое продолжение Большой Екиманки, и нумерация домов идет со Сталужской площади. Нумерация домов здесь абсолютно непонятная и сбитая, поэтому это единственный проспект в Москве, где с нумерацией такие проблемы. Ленинский проспект является второй по ширине улицы Москвы после Ленинградского проспекта. Его ширина колеблется от 108 до 120 метров, и это единственная в Москве радиальная магистраль, не меняющая название на всем протяжении от Садового кольца дом КАД. Благодаря этому Ленинский проспект долгое время был самой длинной улицей Москвы, но в 1985 году, после включения в состав Москвы района Бутова, он утратил этот статус в пользу Варшавского шоссе. Теперь Варшавское шоссе – самая длинная улица или шоссе, имеющая в Бутово длинный участок за МКАД. Раньше здесь была улица, называлась Большая Калужская улица, и вот она как раз вошла в этот Ленинский проспект, и также вошел в новопостроенный участок от Калужской заставы до Боровского шоссе. В 1970-х годах примыкающие к проспекту другие улицы получили название в честь родных и близких Ленина, его брата Дмитрия Ульянова, сестры Марии Ульяновой, жены Крупской и почему-то личного секретаря Фотиевой. Вот сейчас вы можете видеть во всей красе эти здания. Вот слева с полутругом и башенка, и справа с полутругом и башенка. Что касается площади Гагарина, я постараюсь вам как-нибудь ее в другой раз заснять более досконально и детально. А пока скажу, что площадь названа 11 апреля 1968 года в честь первого человека, полетевшего в космос, Юрия Гагарина, в связи с тем, что на этой площади 14 апреля 1961 года жители Москвы встречали первого космонавта. Ранее часть площади именовалась площадью Калужской заставы. Так как здесь, в 1742-1852 году, на камер-калежском валу находилась застава при въезде в Москву по Калужскому шоссе. И площадь возникла на этом Калужском шоссе при строительстве вала, который стал официальной полицейской границей города в 1806 году. Долгое время сюда не доходила жилая застройка города, но рядом был нескучный сад, парковая усадьба, Донской монастырь. И в 1806 году район этот вошел в Москву в составе Серкуховской полицейской части. И перед площадью в конце XIX века находились Слободы, Живодерная, которая вошла в Москву в 1866 году, и Слобода при Андреевском монастыре, а также Андреевская богодельня. Но, тем не менее, через площадь Калужской заставы в 1891 году проходила из центра Конка, а далее через площадь шел паровой трамвай до Воробьевых гор, где были дачи и места отдых в Иранжан. А в 1909 году был пущен первый элитический трамвай. В 1908 году по Оврагу южнее площади прошла окружная железная дорога. Сейчас это часть линии МЦК, про которые перевозили товар, грузовые поезда до конца XX века. В 1980 году на площади установили и 4 июля торжественно открыли 42-метровый памятник первому грузомонавту Юрию Гагарину. Ну, вот и все на сегодня, что я вам хотела показать. Я вас всех благодарю за просмотр моих видео. Всем желаю здоровья, добра, удачи. Всем всего самого-самого доброго. Будьте здоровы. До свидания.